Всем здравствуйте! Вы на канале Эльна Франции. Начинаем новый день в семье Дюмонов. У нас сегодня суббота и вот такая погода пасмурная. Обещали дождь. В Провансе будет дождь. Да, мы еще до сих пор не отремонтировали наш палисад. Муж на выходных, так что займемся делами. А также мы хотели поехать в лес и собирать рождественский букет. Но посмотрим, позволит ли нам дождь сделать это. А сейчас мы завтракать. У, моя каша бегает! Вот так. Сегодня у меня овсянка с различными зернышками, льняными и тыквенными на миндальном молоке. Я ее завариваю, потом чуть-чуть разогреваю. Вы видели, как чуть-чуть сегодня получилось в микроволновке. И сегодня мне захотелось с гранатом. И также у меня мой зеленый чай. И, может быть, добавлю чуть-чуть меда. Так что мне приятного аппетита и моим мужчинам тоже, и вам, конечно. Ну все, дождь начался, лес отменяется. Будем заниматься чем-то другим. Муж уже занимается, прибирает свою террасу. У нас дерево, очень много листьев с него опадает сейчас. И когда мистраль, то все эти листья летят в дом, на кухню. Так что мы их собираем. Ладно, пойду я подумаю, что нам сегодня нужно сделать. Обязательно сделать. Съездить, конечно, за покупками и украсить дом. Мужчины у меня достали коробку с новогодними игрушками и начинают все выставлять. Сегодня вечером у нас будет украшение дома. Я спрашиваю, любит он. Да, для детей, конечно, это праздник. Мы в этом году слишком ничего не докупали. Решили, что у нас всего достаточно. Поедем, прикупим только елку. И нам должна прийти еще одна гирлянда и подушки новогодние. Так что я вам все покажу. Пока мужчины мои разбирают новогодние игрушки, я по-быстрому сделаю обед. Сегодня будет у нас на обед кейк с красной рыбой. Я его делаю очень быстро. Беру любые замороженные овощи, какие у меня есть в холодильнике, в морозильнике. Очень часто это смесь овощей. Я надеюсь, что у вас тоже продается. Затем я размораживаю 2 кусочка красной рыбы. И все это перемешиваю. Добавляю 3 яйца, различные приправы, немножко соевого соуса и несколько ложек муки. У меня нутовая мука. Многие спросили, где я покупаю. Я покупаю в биомагазине. Мне написали, что нет нутовой муки в магазине. Ну да, можно, конечно, самому сделать. Немножечко это сложно, потому что миксер должен быть мощный, чтобы перемиксовать. Ну, берите муку, какая у вас есть, рисовая, злаковая, всю, какую вы любите. И я добавляю 1 греческий йогурт. Можно натуральный йогурт, можно немножечко... Молоко я не люблю в овощи добавлять, поэтому я не добавляю. И сейчас все это вставлю в печку. И будет у нас вот такой вот кейк на обед. Ну вот, мой кейк уже в печке. Я его поставила на 190 градусов. Там буду следить, как он будет пропекаться. И Влад вдруг попросил у меня сладкий картофель сделать тоже в печке. Он любит очень. Поэтому у нас здесь все вместе и по-быстрому. И картофель, и кейк. В этом году мы решили прорастить пшеницу. Это традиция. Помните, я вам рассказывала в прошлом году? Сент-Барбе. Святая Барбара. Я вам рассказывала историю очень интересную. Традицию в Провансе. Они проращивают пшеницу на Рождество. Я, если найду видео, оставлю вам ссылочку на это видео. И посмотрите, как и почему. Вообще, ее проращивают. Нормальман, сэйсэнк? Десамбра, да? Сент-Барбе. 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 Он говорит, нужно посмотреть по календарику, какого числа святая Барбара. Сейчас я пойду посмотрю. И вот именно в этот день пшеницу и проращивают. Но мы решили пораньше, потому что в прошлом году она у нас проросла не вся. И мы решили подстраховаться. Сейчас пойду посмотрю на календаре. Так, сейчас у нас ноябрь. Смотрим, когда святая Барбара. В декабре, в понедельник, 4 декабря, святая Барбара. Вот в основном 2-го, 3-го французы начинают проращивать пшеницу. Ну, некоторые прямо в понедельник, 4-го. А мы пораньше, на целую неделю. Погода у нас немножечко наладилась. И мы переделали все наши планы. Мы решили съездить на новогодний базар. В деревне, недалеко от моей свекрови. И, может быть, мы затем заедем к ним в гости. Так что берем вас с собой на новогодний базар. Ну, все, во Франции тоже настала осень. Не зима, а осень. А сегодня 17 градусов. Тадислав развлекается. Ой-ой-ой. Вроде уже большой, а еще маленький. Все леглись? Да, все. Пойдемте посмотрим. Церковь красивая здесь. Деревня называется Сен-Кана. Облака движутся, и кажется, что церковь тоже плывет, как будто по морю. В этом году цветы цвести не прекращают. Везде цветы. Красота. А вот и новогодний базар. Все для деток. Влад, смотри. Для детей, которые не знают, что такое животное. Городских детей. Пахнет каштанами. Дед Мороз здесь уже, Санта-Клаус. Рождествен. Рождественские базарчики. Любимый конфитюр моего мужа из каштанов. Три штучки 13 евро. Можно все попробовать. А вот и каштаны. Жарят каштаны. Когда жарят каштаны, пахнет Новым Годом. Я пробую всякие конфитюры из каштанов. Каштаны с миндалем очень вкусные. Все здесь ходят на ходулях. Бонжур. 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 Сова? Да, с меня и бронжур. Дед Мороз. Рождествен. Бонжур. 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 как мы их все любим показывала уже вам много-много раз но атмосферу праздника как не передать мы порешили попробовать ковричку с имбирем войти гуд сам беремся супер бомбом а вы к нам рассказывает как изготавливает с медом на камнях супер бон супер бон джинджамбра очень вкусно муж решил попробовать еще с карамелью из соленой соленой карамели влад выборска выбрал с карамелью а мы с имбирем с имбирем очень вкусно влад решил еще попробовать мед апельсин потому что мы поедем номер семерси мы поедем к свекрови и у нас свекор очень любит коврижку нуби муж без каштанов на рождество это невозможно он их просто обожает весь год меня спросили делаем ли мы сами каштан нет мы их покупаем делать их дома не очень удобно так что сейчас будем есть теплые каштаны мармелад кто любит мармелад игрушки сделанные вручную влад спрашивает сколько стоит и конечно же засахаренные фрукты на рождество засахаренные фрукты ну вот посетили мы с вами маленький базарчик рождественский он был маленький еще но скоро начнутся большие базары мы обязательно с вами сходим а здесь такая красивая дверь сейчас очень модно фотографироваться возле дверей но мы не будем мы пойдем попробуем зайти в церковь и посмотреть нарядили ли они уже сделали рождественский вертеп ясли муж не дождался решил каштаны есть на улице прямо все больше это очень вкусно в гормон аппетит и ма я говорю мне тогда и хоть половиночку вкус цветку простите мы остановились после дома смотрим как люди сделали себе небольшой так сказать подоконник или как можно сказать из старого кусочка дерева вот так украшают дома французы я зашла в церковь но церковь еще не украшена к рождеству еще рано так что в церковь мы тоже с вами обязательно сходим мне задавали вопрос ходим или на рождество на месу да мы стараемся ходить но это частичка рождества меса вот французы любят два целых два года ходил при церкви в школу у него были занятия и когда мы переехали он уже перестал ходить мы им предлагали но заставлять детей нельзя поэтому он не захотел ходить может быть у него еще это вернется мы заехали к свекру и к свекрови и сейчас попьем чаю и потом поедем домой украшать дом бабушка владу накупила всяких пирожен это у нас по-французски называется шукет такие пироженки а это флан который обожает владислав кавках конечно у нас лильян делает свой конфитюр из зеленых помидор я у него спросила рецепт конечно очень много сахара но я вам расскажу один килограмм зеленых помидор один килограмм сахара на один килограмм помидор и три тонко порезанных лимона и нужно варить конфитюр в течение трех часов получается конечно очень вкусно вот он на рождество делает такой конфитюр к фуа грамм вернулись мы домой и уже начались первые рождественские подарки бабушка нам подарила рождественскую ковришку вот такую огромную в виде сердце и владиславу их календарь как про который я уже рассказывала начинает его с 1 декабря открывать до 24 декабря 24 окошечка в которых могут быть различные конфеты подарки есть такие же календари с лего есть с конфетами от у влада будет ммд с бабушкой ему подарила так что первые рождественские подарки сегодня попробовала еще один рецепт шарлотки и добавила очень много замороженного инжира прежде конечно я его разморозила и сочетание инжира яблок апельсиновой корочки корицы мне очень понравилось получилось вкусно даже можно не добавлять никакого подсластителя так как инжир достаточно сладкий но для сладкоежек можно конечно и добавить и меда все все что хотите и сделала я его на базе рисовой муки так что девочки пробуйте все фрукты которые у вас есть в морозилке без проблем подойдут для диетической шарлотки ну вот заканчивается еще один день семьи димонов всем большое спасибо кто оставался со мной на нашем канале или на франц если этот блог вам понравился то не забудьте мне сказать об этом поставить пальчик вверх ну а я в моей ванной и буду начинать свой девчачий ритуал кременьки сыворотки как же мы все любим у меня появились кое-какие новиночки я вам обязательно об этом скоро расскажу и кстати мне сегодня в аптеке дали новые пробнички от гарансья я очень люблю эту марку особенно их масочки и мне дали крем для снятия макияжа который называется как я держу неправильно держу андеку де багет но багет это не хлеб это багет магик то есть волшебная палочка снятие макияжа как по волшебной палочке так что я сейчас попробую и потом вам все расскажу и всех целую обнимаю и до новых встреч в провансе пока пока макияжа